Книга «Открытым оком», тема работы, второй том, вопрос 803. Какую роль в жизни христианина играет образование? Должен ли христианин стремиться стать хорошим специалистом или работа для него только средства к существованию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Много путешествовавший Иисус, сын Сирахов, внимательно наблюдавшись за людьми разного состояния и сословия, нашел, что для поддержания жизни нужны хорошие специалисты, повышающие свою квалификацию. Это о рабочих специальностях. Но кто решил посвятить себя книжной мудрости, у того должно быть много свободного времени. Сирахов, 38, 24, 39. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга. И кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться? Мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах. Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и работа его о корме для телиц, так и всякий плотник, и зодчий, который проводит ночь, как день. Кто занимается резьбою, того прилежания в том, чтобы оразнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа. Дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он. Звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончание дела, и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукою своей он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Он истремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся, и не будут жить в нем. И однако же они в собрании не приглашаются, на судейском седалище не сидят, и не рассуждают о судебных постановлениях. Не произносят оправдания и осуждения и не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский и молитва их об успехе художества их. Я был близко знаком с исповедником Христовым, настоящим героем веры Устиновым Александром Ивановичем. У него было много специальностей. Токарь, лекальщик, фрезеровщик. Всюду он имел наивысшие разряды. Его ценили на вес золота, так что и в сталинском гулаге он мог диктовать свои условия, чтобы в празднике Христовы не работать, считая, что христианин должен учиться только на пять, кончать с красным дипломом и золотой медалью, постоянно повышать разряд на работе и перевыполнять норму с хорошим качеством. У христианина всегда должны быть деньги в запасе. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 2 Фессалоникийцам 3.11.15 Но услышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся, таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слово нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Апостолы были рыбаки и трудились всю ночь. Псалом 103.23. Выходит, человек на дело свое и на работу свою до вечера, будучи вселенским учителем, апостолом, который мог жить только от благовестия, несмотря на это, Павел не ел хлеб праздности, но где бы ни остановился, приступал к физической работе. Деяние 18.3. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток.